Всем привет! Вчера я просматривала актуальные коллекции на сайтах нескольких любимых брендов и у меня родилась идея. А почему бы не показать вам то, что мне нравится, то, что я считаю интересным и то, что я могла бы купить себе? Мне кажется, что такое видео может быть очень полезно, даже если вы не собираетесь ничего покупать. Во-первых, оно тренирует насмотренность, а во-вторых, я смогу рассказать вам про какие-то детали и нюансы, на которые стоит обращать внимание, когда вы совершаете шоппинг онлайн. Тем более, что у меня многолетний опыт онлайн-шоппинга и я редко в этом ошибаюсь. И давайте начнем с актуального сейчас бренда Endazestories. Насколько я знаю, этот бренд сейчас зашел в Россию и занимается активной рекламной компанией, поэтому вы можете видеть этот бренд сейчас у многих блогеров. Но я говорю сразу, я не имею никакого отношения к их рекламной компании. Я знакома с этим брендом уже давно и у меня есть несколько вещей в гардеробе от этого бренда. Скажу вам честно, не всегда все так радужно, как выглядит на картинке. У них есть откровенно не очень хорошие вещи, а есть что-то, что я ношу уже 5 лет и безумно довольна качеством. Все, включаю запись экрана. Надеюсь, что мой ноутбук не будет слишком сильно шуметь, хотя мне кажется, дорога за окном куда шумнее и надеюсь, что мой фокус на камере не будет все время уходить погулять каждый раз, когда я отворачиваю лицо от объектива. Конечно же, что вы видите в первую очередь, это платье. Я думаю, что вы понимаете, чем оно навеяно. На самом деле, животный принт, он никогда не теряет своей актуальности. Просто из сезона в сезон он становится либо более популярным, либо менее популярным. И я считаю, что хотя бы одну какую-то вещь в своем гардеробе в животном принте иметь можно. И если выбирать из всех принтов, типа леопард, зебра, змея, то мне кажется, что именно зебра, он самый такой нейтральный. Я рекомендую обращать внимание именно на этот принт. Как вы видите, тут такой ненавязчивый принт а-ля зебра. Выполнен в коричнево-черных тонах. И мне безумно нравится фасон этого платья. Во-первых, это и актуальные сейчас рукава буфы. И также квадратный вырез, который очень красиво подчеркивает ключицы и делает девушку более такой изящной. И вообще, давайте откровенно, уже немножко мы все устали от этого оверсайза. И хочется какие-то более женственные вещи иметь в своем гардеробе. Спинка тут на резинке, то есть, по идее, оно хорошо сядет на всех. И мне нравится, конечно же, вот этот вот разрез. Он смотрится очень сексуально, но при этом не броско. Вот это платье однозначно я бы приобрела, если бы у меня не было платья, которое вы наблюдаете сейчас на мне. Конечно же, все коллекции я всегда просматриваю на официальном сайте и доставляю их себе в Украину при помощи посредников. У меня есть отдельное видео о том, как шопится онлайн. Я на него тоже оставлю ссылочку. Посмотрите, там все подробненько и по пунктам рассказано. Следующая вещь, на которую я бы обратила свое внимание, это вот такой вот кардиган. Во-первых, давайте посмотрим на состав. Здесь шерсть, альпака, ну и, конечно же, полиамид с эластаном, чтобы эта шерсть с альпакой слишком сильно не катались. И пряжа была максимально долговечной. Мне понравился этот кардиган тем, что он не слишком длинный, то есть он хорошо будет смотреться с какими-то вещами с завышенной талией, соответственно, удлинять ножки. Тут красивая цветовая палитра. И, конечно, такой интересный элемент, это пуговицы в виде пчелок. Сейчас, в принципе, тенденция к достаточно базовым вещам, но вот такие детали в виде декоративных пуговиц, они сейчас максимально актуальны. И они вроде не делают ничего такого, но образ ваш рассматривать уже хочется. Дальше давайте посмотрим на вот такой вот кардиган. Опять же, мне нравится, что он не слишком длинный. Мне нравится, что тут пуговицы обшиты вязкой, как и сам кардиган. И также мне нравится вот этот узор в виде косички. Тоже, опять же, есть и розовый оттенок, и белый, и черный. Очень хороший состав, насколько я помню, да, это 57% шерсти и 20% альпака и полиэстер, для того, чтобы держать эту пряжу в хорошем состоянии. Объемные красивые рукава, как у свитшота. И еще мне очень нравится, что здесь высокая такая горловина, и вы сможете надеть этот кардиган, не вставляя руки в рукава, а просто набросив его на плечи и застегнув верхнюю пуговичку. Помните, так ходили в каких-то 50-х годах? Такой трюк, он делает образ более интересным, более таким игривым и более, наверное, нежным. Дальше хочу обратить ваше внимание на несколько топов, которые, на мой взгляд, будут очень интересной изюминкой в образе. Во-первых, это вот такой вот черный топ, и обратите внимание на вот этот вот вырез и также такое изменение вязки по груди. Это смотрится очень женственно, очень элегантно, и будет красиво работать как с джинсами, так и с брюками, и с юбками, и подчеркивать вашу фигуру. Но при этом он не будет слишком сильно в обтяжку, потому что, как мне кажется, ткань здесь достаточно плотная. Этот топ есть как в черном, так и в бежевом цвете. И давайте еще посмотрим на состав. Это вискоза, полиамид. Если шерсть кусается, и если у вас на нее аллергия, то топ подойдет замечательно. Видите, белье здесь не просвечивается, то есть вязка достаточно плотная. Еще один топ, который мне понравился, конечно же, за свой безумно красивый оттенок и также за модель. Этот фисташковый цвет будет отлично сочетаться со всеми базовыми вещами, но при этом носить такой интересный, красивый цветовой акцент. Мне нравится, что он не слишком яркий. Опять же, очень мне импонирует вот этот вырез на груди, который красиво открывает верхнюю часть. И также мне нравится этот вырез по спинке. Он не слишком низкий, и застежка бюстгалтера не должна выглядывать. Опять же, мне нравится, что ткань здесь плотная, и этот топ не длинный. Его удобно будет заправлять в брюки, в юбки, в общем, все, что вы носите. Давайте посмотрим, что по составу. В принципе, то же самое, что и предыдущий. Вискоза, полиамид и эластан. Кстати, он еще есть вот в таком красивенном оттенке, но тут уже нет размеров. Хотя цвет вот этот я просто обожаю. Давайте посмотрим на еще один топ. Молочный, очень красивый. Вот это, конечно, деталь на груди. Она безумно интересная. Это то, что привлечет взгляды окружающих и заставит рассматривать ваш образ. Смотрится очень женственно, немножко так в французском стиле, как мне кажется. Опять же, ткань, я думаю, здесь тоже самое. Вискоза, да, полиамид и эластан. То есть, это вещь, которая держит форму и при этом подчеркивает фигуру. В принципе, все эти топы, они однотипные. Просто у каждого из них есть какой-то такой интересный элемент, который можно внести в свой гардероб. Я вам рекомендую обращать внимание на такие вещи. Особенно, если вам хочется все-таки быть девочкой, а не выглядеть как-то без пола в каких-то мешковатых и бесформенных вещах. Дальше я не смогла пройти мимо вот такого потрясающего лимонного оттенка. Это такой свитер-свитшот. То есть, у него достаточно спортивная форма. Но при этом это все-таки свитер, который будет классно сочетаться и с джинсами, и с какими-то более классическими брюками. На сайте представлены разные оттенки. И белые, и бежевые, и черные. Но мне нравится именно вот этот лимонный. Также у свитера потрясающий состав. Это шерсть с альпака, ну и полиамид с эластаном. Очень рекомендую присматриваться к таким вещам. Они станут, знаете, любимыми и незаменимыми в любом гардеробе. Дальше мне безумно понравилась вот эта рубашка. Она представлена в двух оттенках. Более такой серо-кремовый и более уходящий в беж. Вот этот беж мне нравится больше. Это вариация модной сейчас шерстяной рубашки, которая используется как верхняя одежда. Но эта рубашка хлопковая. И ее можно будет носить зимой просто на какую-то майку. Не как вариант верхней одежды, а как обычную рубашку. Но такую тепленькую и плотную. Мне кажется, она очень классно смотрится. Мне очень нравится эта плотная фактура. И я действительно подумываю, возможно, мне стоит заказать такую рубашку для себя. Потом хочу обратить ваше внимание на вот такие классические черные брюки. На самом деле найти брюки для себя, которые сядут хорошо и достойно, сложно. И вот эти брюки, мне кажется, подойдут абсолютно для любого типа фигуры. Они не будут полнить. Если у вас пышные бедра, наоборот, немножко скрадывать их объем. И в то же время, если у вас узкие бедра, то этот объем они будут создавать. Да, я знаю, звучит немножко нереально. Но такой эффект, он достигается за счет вот этих защипов на брюках, которые создают вот эту округлую форму бедер. И также за счет того, что брюки идут не в обтяжку по ноге, а есть вот эта воздушная прослойка. И получается, что брюки словно формируют вашу фигуру и сразу создает красивый силуэт. Если вам не нравится этот пояс, его можно вытащить и вставить любой другой свой. В общем, классные брюки. Если вы в поиске черных, хороших, классических брюк, которые будут сочетаться со всем, то рекомендую обратить на них внимание. Также у бренда Endoza Stories очень классного качества джинсы. Я это знаю, потому что я покупала и не одну пару. Но, к сожалению, я их покупала, когда я была в другом размере. И сейчас, да, мне пришлось с ними распрощаться. Хочу обратить ваше внимание на две пары джинсов. Это вот такие голубые светлые, они еще есть в белом оттенке. И вот в таком классическом синем дениме. Во-первых, мне нравится, что у них нормальная высокая посадка. Во-вторых, у них завышенные карманы, которые будут визуально делать попу более такой подкачанной, приподнятой. И в-третьих, у них прямая штанина. То есть, это классические джинсы, которые никогда не выйдут из моды. И сейчас это самый актуальный крой. Ну и в-четвертых, что мне безумно в них нравится, что в них нет вообще никаких потертостей. То есть, ни вот здесь вот складок полосок, ни высветленной, выбеленной полоски по штанине. То есть, они имеют абсолютно однотонный цвет. И это всегда смотрится более благородно и более интересно, чем джинсы с какими-то потертостями, вытертостями. Я вам оставлю на них, конечно же, ссылку в инфобоксе, если захотите посмотреть на них поподробнее. Но именно на такие модели джинсов я рекомендую обращать внимание. Тут, кстати, есть еще другие оттенки. И вот эти серые джинсы, они уже скини, но я не считаю, что скини это какой-то антитренд. И в некоторых образах, особенно если вы любите сочетать такие джинсы с длинным свитшотом, либо с длинным свитером, который прикрывает попу и бедра, то именно скини подходят лучше всего. Но они должны быть плотные, то есть, они не должны впиваться во все складки. И также я считаю, что они желательно должны быть однотонные. И вот эти, обратите внимание, опять же, без каких-либо потертостей, с нормальной высокой талией и в таком красивом сером оттенке. И раз уж мы заговорили о свитшотах, тоже хочу показать вам несколько моделей. Мне нравятся свитшоты качества Endaza Stories. У меня есть один, и я ношу его с огромным удовольствием. И мне нравится, что на них нету каких-то кричащих надписей, либо рисунков, или вообще какого-либо проявления бренда. Они просто однотонные, просто хороших базовых моделей. Безумно понравился вот этот лавандовый оттенок и то, что этот свитшот достаточно длинный. В нем будет хорошо, комфортно, как зимой, так и летом. Ну и в составе здесь, конечно же, хлопок и полиэстер. Есть еще в красивом оттенке хаки, я тоже такое люблю. Ну и, конечно, белый и черный. Кстати, найти белый свитшот, просто чисто белый, это еще та задача. Так что обратите внимание. Потом мне понравился такой немножко укороченный вариант в этом красивом пудрово-розовом цвете. Потому что он будет открывать линию бедер, его можно еще впереди немножко заправить в свои джинсы, либо брюки. Классная модель, действительно практичная. Этот свитшот, который есть у меня, он очень похож на этот, только он в лимонном цвете. В общем, круто смотрится, очень тепло в нем и комфортно, рекомендую. И мне безумно понравился вот такой вот нежный бежевый свитшот. Вот я на него смотрю, мне прямо хочется его потрогать. Кстати, давайте глянем, что здесь в составе. Это 100% вискоза. То есть, даже по внешнему виду видно, что это не хлопок, а что-то более такое мягенькое, более комфортное. Тоже, мне кажется, он впишется абсолютно в любой гардероб. Будет смотреться классно, как с брюками, вот как здесь на фото, так и с юбками, с какими-то джинсами. И цена, в принципе, нормальная. И еще мне понравился вот такой вот свитшот-худи, который идет уже с шерстью. Здесь в составе у нас, видите, альпака, шерсть, полиамид и эластан. Небесный потрясающе голубой оттенок, достаточно хорошая такая основательная длина. Но вот, как вы видите, на девушке здесь прямые джинсы и уже создается такой немножко балахонистый эффект. Мне кажется, опять же, плотные скини по фигуре, они смотрелись бы здесь более женственно. Но тут уж, как говорится, на вкус и цвет. Есть еще в сером оттенке, но и, к сожалению, бежевые и белые уже распроданы. С одеждой мы закончили. Переходим к обуви, сумкам и аксессуарам. Из обуви мне приглянула здесь только одна пара. Это вот эти сапоги. Мне кажется, они будут очень удобные. Во-первых, у них не высокий каблук. Это уже не кит-н-хилл, но и не высоченная какая-то шпилька. Во-вторых, мне безумно нравится вот это широкое голенище, которое, знаете, не уходит слишком сильным изгибом над пяткой, а наоборот выглядит вот так вот, как труба широко. И, конечно же, острый носочек придает элегантности, и плюс вот это тиснение под кожу смотрится очень-очень круто. Цена, конечно, здесь вообще далеко не бюджетная, но если вы можете себе такое позволить, то я рекомендую обратить внимание на эти сапоги, потому что они будут вне времени. Или, возможно, вы найдете что-то похожее в других брендах, просто обращайте внимание на такую модель. Потом мне безумно понравилась вот эта сумка. Это такая отсылка, конечно, немного к батаге Винета, вот это вот плетение, да, кожаное. Но сумка реально классная, у нее не избитая модель. Не то, что мы видим сейчас весь день на всех, но в то же время с учетом современных тенденций. Она круто будет вписываться, мне кажется, тоже в любой гардероб. Это, конечно же, натуральная кожа. Ее можно носить как в руках при помощи вот этой ручки, так и вешать через плечо, как кроссбадди. Потом я не смогла пройти мимо этого ожерелья из такого дикого типа жемчуга. Смотрится оно очень круто, очень стильно. Это, знаете, как классическая такая нить жемчуга, но только в современной интерпретации. Кстати, на сайте есть еще другие изделия с таким жемчугом. Видите, вот такое колье, вот такие сережки. Но именно вот эта вот нить мне понравилась просто больше всего. Очень мне приглянулись вот эти два колечка. Их можно носить вместе как комплект. Можно на одном пальчике, либо на соседних. Во-первых, потому что здесь такие полудрагоценные, опять же, необработанные, мутные камни. Мне нравится, что они не сверкают, а что они только полупрозрачные. И также сочетание вот этой геометрии, прямоугольники, круг. Эти колечки минималистичные, но при этом очень-очень интересные. Так что тоже рекомендую. И последняя вещь, это вот такие потрясающие кожаные перчатки с трикотажным манжетом. Мне кажется, это будет настолько удобно. Очень часто нам тяжело натянуть перчатку за счет как бы вот этой части именно запястья, потому что перчатка сюда сужается. А здесь, как вы видите, сбоку уже начинается трикотажная вставка. То есть перчатки надевать будет легко. Трикотаж будет облегать кожу, соответственно, ничего не будет задувать. Будет очень тепленько. И еще мне очень нравятся вот эти детали в виде незавернутого шва вовнутрь. Это тоже будет придавать некой интересности вашему образу. На самом деле это не все, что я для вас подготовила. У меня еще есть огромная подборка по бренду Massimo Dutti. И также я отобрала очень много интересных вещей на сайте H&M. Но я смотрю по времени записи и понимаю, что тогда это видео продлится 2 часа. И думаю, что смотреть вы его устанете. Поэтому, если такой вам формат понравится в моем исполнении, то я однозначно сниму продолжение. Мы пройдемся еще по более бюджетным брендам. Может быть, наоборот, люксовым. Опять же, то, что я вам показываю, я ни в коем случае не призываю вас покупать. Я просто показываю вам, на что стоит обращать внимание. Какие модели, на мой взгляд, кажутся интересными. А вы можете найти что-то похожее в тех брендах, которые вам нравятся. Либо в том ценовом диапазоне, который вам подходит. Так что, буду ждать от вас комментариев. Понравился вам такой формат или нет. Стоит ли продолжать его снимать. И на какие бренды вы бы хотели увидеть обзор на моем канале. И да, огромное вам спасибо, что вы провели это время со мной. Не забудьте отреагировать на это видео. Если оно вам понравилось, то пальчиком вверх. Если нет, то пальчиком вниз. В любом случае, любая ваша реакция, это гораздо лучше, чем молчание. Надеюсь, что это видео оказалось для вас полезным. Еще раз напоминаю, что все ссылки на те вещи, которые я показывала, я оставлю вам в инфобоксе. И также оставлю вам ссылку на кешбеки, которыми я пользуюсь. И также на видео, где я подробно рассказываю, как совершать интернет-шоппинг в Европе. Все. Еще раз спасибо вам за просмотр. И увидимся с вами совсем-совсем скоро в новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok